Друзья, всем привет! С вами компания RDM Import и вы находитесь на канале Первый Видео Авторынок. Добро пожаловать на очередную серию наших коротких обзоров на тему, куда смотреть при покупке того или иного подержанного автомобиля. Кстати, если вы еще не подписаны на наш канал, советую вам подписаться. На нашем канале вы найдете большое количество интересной информации и обзоров на интересующие вас автомобили не только сверху в формате тест-драйва, но и снизу, на подъемнике. Ну а герой нашего сегодняшнего обзора это автомобиль, который многие очень и очень ждали, наконец-то дождались. Японский праворульный минивэн в очень большом количестве представленный на вторичном рынке, очень популярный и своими владельцами очень и очень почитаемый. Honda Step Wagon в кузове РК. Наш сегодняшний пациент это Honda Step Wagon 2013 года выпуска, рестайлинговая, кузов РК. Автомобиль переднеприводный, имеет вариаторную трансмиссию и эта машина еще не бегала по России, то есть приехала к нам с Японии буквально вот только что. В данном кузове автомобиль выпускался с 2009 по 2015 годы. В 2012 году машина прошла рестайлинг, до рестайлинга на автомобиль, на полноприводные версии мог ставиться пятиступенчатый автомат. Все остальные машины, как переднеприводные до рестайлинга, так и полные переднеприводные, неважно, автомобили с 2012 года оснащаются вариаторной трансмиссией. Выбор двигателей здесь отсутствует, вариант только один единственный. Это двухлитровая бензиновая четверка, мощностью 150 лошадиных сил. Итак, в начале обзора пару слов о кузове автомобиля, качестве покраски и о том, как хорошо он сопротивляется коррозии. В нашем случае в RDM Import мы привыкли иметь дело с Honda Step Wagon, который приходит к нам на продажу без пробега по России. Но, нет-нет, иногда заходят также и автомобили, которые уже эксплуатировались на территории России одним-двумя владельцами в течение пары-тройки лет. Что можно сказать из своего опыта по части сопротивляемости РКшки коррозии. На самом деле у данного кузова с этим все обстоит очень-очень неплохо. Естественно, при покупке Step Wagon обязательно осмотрите автомобиль на подъемнике, обязательно посмотрите на состояние порогов, арок. Также не лишне будет изучить внимательно, в какой кондиции находятся у нас нижние кромки пятой двери. Что касается слоя окраса на Step Wagon, он достаточно стандартный для японских минивэнов. В микронах он, как правило, не превышает 100. Если вы смотрите автомобиль, который имеет порядка 150-170 микрон на кузове, то, скорее всего, это вторичный окрас. Надо сказать, что обнаружить на продаже в России Step Wagon полностью в родном заводском окрасе задача достаточно трудоемкая, поскольку автомобили, не имеющие окрасов, и с маленькими пробегами на аукционах Японии стоят очень и очень дорого. То есть они совершенно вылазят за любой разумный бюджет. Поэтому большая часть степов на рынке будет представлена автомобилями, которые так или иначе имеют окрасы. И здесь самый основной момент для вас при выборе убедиться, что эти окрасы действительно косметические, что автомобиль не был бит, не был серьезно ударен, поскольку вот именно в этом случае можно получить, помимо очевидных возможных проблем с геометрией, еще и дополнительные проблемы с коррозией в тех местах, где обычно ее вроде бы не должно быть. В целом, даже на автомобилях, изрядно побегавших по России, при осмотре снизу, каких-либо серьезных очагов коррозии сквозных обычно не наблюдается. Итак, переходим к диалогам о силовых установках, вернее силовой установке Хонда Step Wagon. В данном случае у нас имеется один единственный вариант. Этот двигатель, который носит маркировку R20A, мотор этот появился в 2007 году, и он был переработан из двигателя Хонда Civic 1.8, который носил маркировку R18, а развивал 140 лошадиных сил. Что Хондас сделали здесь? Они поставили сюда другой коленвал, который обусловил более длинный ход поршня и, соответственно, увеличил рабочий объем двигателя. Сюда добавили балансирные валы и применили иной впускной коллектор с изменяемой геометрией, который может работать в трех положениях, соответственно, имеет изменяемую длину впуска. Это позволило добиться большей эластичности мотора во всем диапазоне оборотов. По сравнению с мотором 1.8, R20 более спокойный по характеру, более тяговитый как раз в диапазоне средних оборотов, менее драйвовый, но, тем не менее, это то, что нужно как раз для семейного минивэда. По своей конфигурации двигатель R20A это рядный четырехцилиндровый мотор, блок цилиндра здесь алюминиевый, распредвал здесь один, соответственно, Хонда также применяет здесь фирменную систему изменения фаз газораспределения. Айфтек, все это здесь присутствует, впрыск топлива самый обычный, распределенный, в отличие от конкурентов из Ниссана, где на сирене применен впрыск с ТНВД. Привод ГРМ на данных двигателях реализован посредством цепи, каких-либо головников он не доставляет, и цепь на данных моторах фактически способна выходить весь срок службы мотора, что близко к 300 тысячам километров пробега, а в иных случаях даже больше. Мощность данного двигателя составляет 150 лошадиных сил, независимо от передней или полноприводной у вас автомобиль, двигатель всегда будет иметь одинаковые настройки. Соответственно, в чем плюс этого мотора? Для степ-вагона его более чем хватает. Этот двигатель обеспечивает, в общем-то, немаленькому минивену неплохую динамику, и самое главное, очень приятные показатели топливной экономичности. На степ-вагоне, при том, что вы можете перевозить с комфортом 7 человек, плюс какой-то груз в салоне, вы можете реально укладываться в городе летом в 9-10 литров бензина на 100 километров пробега. Бензин, естественно, лучше использовать 95-й. Что касается особенностей данных двигателей, каких-либо характерных проблем, то, по сути дела, проблемами-то это не является. Можно выделить три таких момента. Первый – это шумная работа, которая проявляется в виде постукивания, либо стрекота. В данном случае виноваты могут быть как зазоры клапанов, кстати, гидрокомпенсаторов здесь нет, и регулировка выполняется раз в 40 тысяч километров по регламенту производителя. Так и постукивать на данных машинах может клапан от сорбера топливных паров. Причем последнее не является никакой патологией, с этим надо просто смириться, привыкнуть. Стук этот может проявляться эпизодически, то есть, то нет, в зависимости от температуры двигателя и от режимов его работы. В данном случае мы просто имеем дело с работой системы улавливания паров топлива, и вмешательства этот симптом от вас не потребует. Второй момент, связанный с данным мотором, это выход из строя ролика натяжителя приводного ремня агрегатов, то есть генератора помпы и так далее. Случается это где-то примерно раз в 100 тысяч километров пробега. Ролик начинает шуметь, соответственно, меняете натяжитель и катаетесь дальше. Тоже какой-либо глобальной проблемы это не представляет. Ну и третья особенность R20, это присутствие вибрации на холостых оборотах, на холодную. То есть на непрогретом двигателе вы можете ощущать вибрацию по кузову, но если она у вас продолжает присутствовать уже на моторе, который вышел на рабочую температуру, то обратите внимание на состояние подушек двигателя. Их замена, как правило, спасает ситуацию. Также каким-то характерным неисправностям двигателя, естественно, нельзя относить выход из строя катушек зажигания, что встречается, но очень и очень редко. И также буквально один раз за четыре года встречалась порванная гофра на впускном тракте от воздушного фильтра на дроссельную заслонку. Надрыв в гофре обеспечивал непредусмотренный подсос воздуха. Соответственно, автомобиль дергался на оборотах около холостого хода и не очень охотно набирал. То есть проблему обнаружили, заменили гофру и все пришло в норму. Что касается подтеков масла, характерных, либо наоборот не характерных для R20A, то, естественно, при осмотре обратите внимание на то, чтобы масло не сопливилось по прокладке клапанных крышек, чтобы была сухая лобовина и чтобы у вас не тек коренной сальник. По сути дела, на автомобилях, которые приходят к нам без пробега по России, с Японии, максимум, что встречается по этой части, это небольшие масляные загрязнения. Причем, как правило, сухие и достаточно застарелые. То есть, если вы смотрите степ-вагон, то априори, скорее всего, с этим все будет в порядке, но удостовериться лишний раз не помешает. Что касается коробок передач на степ-вагонах, как пятиступенчатые автоматы на полноприводных до рестайлах, так и вариаторная трансмиссия на всех остальных автомобилях, в общем-то, очень и очень надежно. Сказать про них, в общем-то, особо и нечего. Кроме того, чтобы порекомендовать менять масло в автомате раз в 60 тысяч километров, масло в вариаторной трансмиссии, лучше, конечно, менять вместе с фильтрами раз в 40 тысяч. Это обеспечит долгий срок службы. На практике приходили к нам степ-вагоны с пробегами и 150, и под 200 тысяч километров, и все там с трансмиссией было в полном порядке. Если у вас есть степ-вагон, вы проехали на нем не первую сотню тысяч километров, и у вас есть что сказать по части эксплуатации и, может быть, каких-либо проблем, с которыми вы столкнулись в эксплуатации вариаторных коробок, укажите это в комментариях нам и, собственно говоря, зрителям канала, это будет интересно и полезно. Что касается рулевого управления, рулевая рейка на степах в кузове РК электрическая, стоит ЭУР, соответственно, нет шлангов, нет бачка гидроусилителя, нет насоса, под теть нечему, рейка ходит достаточно долго. Опять же, на автомобилях, которые приходят к нам без пробега по России, как правило, к рейке вопросов еще не возникает на пробегах, порядка там 150 тысяч километров, максимум рулевые тяги-наконечники. Но на всякий пожарный выбор рейк на степ-вагон на вторичном рынке огромный, и контрактные запчасти представлены в достаточно неплохом ассортименте и по, в общем-то, достаточно доступной цене. Поэтому рейка это тот агрегат, беспокоиться по поводу которого на РКшном степе не стоит. Итак, Honda степ-вагон у нас на подъемнике, на что обращать внимание при осмотре. Естественно, в первую очередь убедитесь, что на двигателе и коробке передач нет никаких подтеков масла, тем более открытой течи, когда висят капли. Также проверьте на то, чтобы у вас были сухие сальники приводов. Рулевую рейку в данном случае на течи смотреть бессмысленно, но можно убедиться в том, что она не имеет люфта, не стучит, что втулка рейки у вас в порядке. А втулка это единственное, что иногда попадается на беспробеговых степ-вагонах. Но критичной неисправностью это назвать сложно. Передняя подвеска на степе выполнена по схеме Макферсон. Она достаточно крепкая. Как правило, на машинах, которые приезжают из Японии, мы рекомендуем к замене сайлентблоки передних рычагов, по причине того, что от возраста эта резина уже начинает рассыхаться, трескаться. По сути дела, больше в передней подвеске делать и нечего. То есть каких-либо характерных именно для степ-вагона проблем передняя подвеска не имеет. Как и на любой машине здесь могут люфтить рулевые наконечники, тяги, но это расходники, по сути дела, и на наших дорогах они становятся расходниками тем более. Хотя подвеска на степе, тем не менее, весьма и весьма крепкая. Также в пользу степ-вагона можно отнести тот факт, что на беспробеговых степах практически не встречается проблема, связанная с втулками либо стойками стабилизатора. Стабилизатор здесь достаточно мощный, и в отличие от той же Nissan Siren практически не доставляет проблем. Что касается задней подвески Honda Step-вагон в кузове РК, в том случае, если у нас с вами переднеприводная машина, сзади будет балка. Здесь, по сути дела, все замечания по степам, неважно, с пробегами 150-200 тысяч километров, сводятся к тому, что уже могут потихоньку начинать проситься на замену сайлент-блоки балки, да, самые, по сути дела, основные. В данном случае, как правило, всегда они имеют растрескивание, соответственно, мы рекомендуем их к замене. Когда они окончательно выйдут из строя, вы поймете это по поведению автомобиля, будет гулять, в кавычках, задняя подвеска при проезде неровности и так далее. Вы это все дело услышите и почувствуете. Соответственно, поменять эти сайлент-блоки на хондовские оригинальные у вас не получится, поскольку идут они только в сборе с балкой. Компания «Хонда» предполагала, что ресурс данного узла подвески будет равен ресурсу службы самого автомобиля. Поэтому вариантов замены несколько – это либо дубликатные запчасти, либо поменять их на полиуретан, либо, как вариант, люди выполняли замену, используя идентичные по размеру сайлент-блоки от «Тойоты». Вот с таким вот номерком. По задней подвеске, в общем-то, и все. Если у вас будет полноприводный автомобиль, то там конструкция будет несколько отличаться, но, тем не менее, задняя подвеска и выдовых машин тоже вам особо головников не доставят. Что касается системы полного привода на степ-вагоне, в данном случае мы имеем подключаемую заднюю ось. При пробуксовке передних колес процессом этим водитель никак не управляет, включается это все автоматикой, и данная система, хотя и упрощает вождение автомобиля в условиях гололеда, скользких подъемов и так далее, не делает его внедорожником. Клиренсу полноприводной и у переднеприводной версии, в общем-то, идентичный, легковой. Также при осмотре автомобиля на подъемнике обратите внимание на состояние порогов и днища автомобиля на предмет коррозии. Перед тем, как подводить некий общий итог под всем вышеизложенным, нужно сказать буквально пару слов про различие комплектации спада от обычного степ-вагона. Технически по мотору, коробке и подвеске эти машины полностью идентичны. Комплектация спада предполагает несколько иное и более нарядное оформление передка. Здесь другой бампер иной формы, также отличается задний бампер, есть спойлер, ну и различия, как водится, в небольших деталях по салону, вроде цвета, подсветки, комбинации приборов. Однако, комплектация спада более редкая, соответственно, более престижна и выше ценится как изначально на аукционах в Японии, так и на авторичке в России. Итак, какой же вывод можно подвести под все вышеизложенное? Хонда Степ Веган в кузове РК имеет в активе небольшой расход топлива, хорошую динамику и очень и очень надежный агрегат. Это касается и двигателя, и коробки передач. По сути дела, если вы подобрали хороший ухоженный экземпляр Степ Вегана, то данный автомобиль очень долгое время не будет просить у вас денег на какие-либо внеплановые ремонты. Минивэн 7-местный, большой, с надежностью Королла. Фантастика? Нет. Степ Вагон. Ну вот и все на сегодня. Если данный обзор был вам полезен, понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые интересные обзоры автомобилей. Всего вам доброго, удачного дня, пока!